Девушки отдыхают Хлебушек Вот отсюда Первый раз такие блочки Мне тетя привезла Молоко, которое Мне выдали Я вообще в это лето что-то заметила Впахиваю на благо нации За еду Выдали за... Ну короче как Я должна была сопроводить человека В одно место По жаре А мне за это дали молока И не только Чай зеленый Порошковый Который с молоком Сейчас разбавится Соль Другая часть стола тебе не видна Ну в принципе Сейчас там то что И в кадр то попадать не будет Так что это Ничего страшного Старая простыня Почему старая простыня Еще вот тут Видишь кусочек на стуле Потому что Мы тут Ну несколько дней назад Откачали все 11 улеев Меду конечно было не так много Как некоторые подумали Но вот тоже прилично И этот мед был буквально везде И хоть этот стол Мыло с мылом С чем-то еще Моя сестра Аж три раза Все равно липкая Где-то попадается И я вот тут По стариночке Тряпочку в огонь положила У нас была допотопная Простыня моя И я ее располовинила Часть ушла Вместо полотенца Потому что практически Все полотенца До рук ушли В момент А надо руки вытереть Тут мед А надо руки вытереть Ну короче Вот так как-то Сейчас мы с тобой пожрем Я по крайней мере А ты можешь У своего утюга Посидеть и тоже пожрать Сунице у монитора своего Макароны Я тут разбиралась Вчера на кухне В одном шкафчике Куда руки давно Хотели дойти Но все никак не доходили Но в этом году В это лето Я разобралась Практически везде В избе На полочках Из картиков Там были макароны 2017 года рождения Срок у них был 2 года Считай до 19 Сейчас у нас 19 Ох Вспомнила Хоть уведомления Почему-то не было еще Видимо телефон Он как-то уснул Но короче Сегодня день рождения У одной моей подружки Надо будет не добыть Потом ее поздравить СМСкой Если к вечеру Связь появится Короче Сегодня у нас 19 августа 22 года Я думаю Макароны Думаю Что с ними делать Может сварить У меня там От тушенки Остался жир Говяжий Я немножко Такого Как бульончика Замороженного Размородила Думаю Сварю кошки На корон И сама Чисто попробую Чуть-чуть Если вменяемые То поем А если не вменяемые Ну Есть полностью Скормлю И что-то я их Ну поведут Они как макароны Хрен знает Сколько Их еще Без просрочек Ну Постпосрочной Можно Просрачивать А макароны Хочу сказать Вермишелька Каждый день Ошановская И я на нее Пока у нее Еще срок годности Не прошел Что-то так смотрела Думаю Вермишелька Тут наложить А так Ну нафиг Она так лежала И думаю А что ее это По виду Так как обычные Макароны Как макфа Там еще что-то Значит Сварилась она Довольно быстро Я ее еще Покрыла крышечкой Но они как Таким супчиком Варились Непроцежного Ничего Чисто кошки Положила я Она пожрала А решила Сама чуть-чуть Попробовать Из кастрюли Терпнулась Думаю Обалдеть Вкусно И сама Пару-то Я так Слопала Думаю Ну вот это Получилось так Что У меня все-таки Состыковочка С людьми Терпится Третий раз Пытаемся И вот уже Ну как бы Я думала Или в субботу Ехать Если они С С Кооперативиться Со мной Пересечься Выходные Или понедельник Утром А что Дерево Субботу Утром А так как Субботу Утром А сегодня Пятница А вчера Был четверг И к вечеру Это узнала Готовить особо Не бойся Потому что У меня там Куча была Сготовлена Еще вот это И я решила Что это надо Вообще Ничего не готовить И дайдеть То что есть Так вот Я к чему Макаронам Почет Они вполне себе Макароны Я правда Помню Как-то Покупала Ну Не покупала Я видела Там Значит В каком-то Магазине Не в туитофоре Или был Пакет Три или пять Килограмм Этих макарон Обычных Перьевых И на них Было написано Что-то Срок годности Не пять лет Я думаю Интересно Вообще Ну Вряд ли Что десять лет Макароны Срок годности Ну Смысл Могут лежать Еще В еду Пригодные А вот тут Вот пять лет И ничего Еще Нашла гречку Ну как Я знала Что она там есть Она все еще лежала В тринадцатом году Купленная В апреле Тринадцатого года Гречка Восемнадцать Месяцев Срок годности И такой же Лис Лис уже Пожелтел Гречка Когда она Еще не особо Была Такая Супер Просроченная Еще года Четыре назад Я у приятеля Спрашивала Как думаешь Можно ли есть Эту гречку Он еще Ну Типа Наверное Можно Ну В общем Как-то Не дошло Пакет Не распечатанный У соседки Есть курочки Немножко В этом году Я Слушай Говорю Ну Понесла И хлеб Который Как бы Сухари Какой-то Жирный Жирный Кусочек Какой-то Жилки От той Тушенки Ну Как бы Сухари И еще То Что В холодильнике Было Но Немножко Уже Ласты Склеивает Я сложила Пакетик Понесла Говорю Курица Откуда-то Волосина Взялась Блин Ну Короче Понесла Курицам А спрашивает Ну Крупу Варите им Не творю У меня тут лежит Просроченная Гречка И просроченный Рис Курю Почти по килограмму Каждый Хотите Ну Типа Возьмете В общем Отдавай Можно сказать Зритель Если У тебя Есть В закромах Родины На какие-нибудь Запасы И у них Вдруг Проснулся До годности Эти макароны И срок Примерно Как у меня Ну типа Пять лет С даты Изготовления Может там Не совсем Пять лет Ровно Там допустим Конец Этого Какой-нибудь Октябрь 17-го Года А сейчас Август Ну Все равно Там Можешь Их Сварить И Ничего Так Хотя Я помню У нас Какое-то Время Покупалась В деревне Макароны Пересыпались Там В какой-нибудь Пакетик Или Вообще Брались На Разрез И Сколько лет Этим Макаронам Было ХЗ Просто Покупались Как бы Впрок Потому что Тут Ну Крайне Редко Одно Время Ходила Какая-то Машинка Типа Так Магазин На колесах И что Бабушка Помню Мы Туда Приходили Что-то Покупали В детстве В Прилуке Как бы Не всегда Наездишься Да И там Был Какой-то По большей части До недавнего времени Выбор Очень ограниченный В город Таскались А Сколько помню Старались Такие Вот Какие-то Крупы Макароны Закупать Наркоман Я считаю Те Которые Это делают Осознанно И знают Свою Норму Это отдельная Категория Людей Здесь Знакомые Уже Бывшие Скажем так Даже Одна Сидевая Такая Правда Она Как свойственно Таким знакомым В истерику Пала Внезапно Из-за Какого-то Слова И забанила Меня везде Хотя Сама Везде Мне писала Причем Под разными Именами Но Тоже Она В каком-то Месте У меня В блоге Признавалась Ну В блоге В телеге Что Она Очень Любила Алкогольную Продукцию Я так Поняла В большом Количестве Я Ничего Против Такого Не имею Если Эти люди Других Не трогают И Проблем Не доставляют Кошка Походу Дела В окно Прыгнула Да Сейчас Да Прервемся Зритель Пожрать Надо Животному Мы Ей Положили Она Не хочет А Она Погладиться Хочет Вот Вообще Я Ей Половину Своей Бед Дала Которая Тут Оставалась Так Вот Люди Которые Ну Допустим Я Так Люблю Шоколад Я Люблю Так Люблю Мандарины Я Так Люблю Апельсины Ну Там Я Так Люблю Какой То Другой Продукт И Могу Съесть И Очень Много А Когда Человек Пишет Я Так Люблю Винишко Уже Как По слову Винишко Понимаешь Что Человек Может До Хрена Выпить Не Каждый День Ну В смысле Не Раз В неделю Допустим По Пятницам После работы А Каждый День Зло Употреблял Еще Чем То Там Подобные Люди А Потом Они Внезапно Начинают Страдать Я Забыла Как По Научному Сетевому Это Называется Это Какое То Новое Открытие Специально Видать Сделали Толерантные Западные Люди Скорее Всего Так И Есть Таких Вот От Слоек Общества Про Слоек Общества Мне тут Это Как-то Ложкой Постырепить А Ложки Нету За Ложкой Ити Надо Она Утром От Меня Свалила Когда Я Вставала И Сидит На Этой На Кухонном Окне И Я Подошла Думаю Че Она Там На Окне За Замрезкой Не Вижу На Окне Я Кни Наклонилась Она Урчит А Там Кошка Которая Гоняет В Палисаднике Выгнала Эту Кошку Минут Через 15 После Душа Смотрю Она Опять Урчит Опять Выгонять Испугалась И Смотрела На Шутки Залодочкой То ли Нелинейное Расстройство Личности Это Называется То ли Еще Какая-то Хринотень Сокращенно Там Как-то Это ЛП Р Или Как-то Так Может Оно Есть Нелинейное Расстройство Личности Нелинейное Или Линейное Ну Короче Какое-то Расстройство Личности Или Как-то Так Образуется Оно Всегда У Людей Которые Родители В принципе Ничем Особо Не Отказывали Но Дети При этом Считали Что Родители У них Дофига Плохие И Надо Было Не Отказывать Совершенно Ни В чем Ну Видимо Залить Неправильные Веществами Стол Там Тарелки Чашки Вместо Еды Не Видели В них Личности Личности Наверное Которые Надо Всякую Хрень Делать И Никакой Особой Пользы Никому Не Приносить И Они Начинают Страдать Таким Как Мне Объяснил Этот Человек Как Проявляться Основной Симдром Этой Суки Ну Я Просто Она Писала Про Какого-то Блогера Про Которого Я Знать Не Загуглила В Яндекс Прочитала И Поняла Что Там Этот Какой-то Или Опять Волосины Падают Какие-то Какой-то Дофига Биологический Биологический Несостоявшийся Элемент Общества Ну Есть Люди Которые Курят Там Пьют По Праздникам Еще Что-то Делают Такое То Что Я бы Не Стала Запустим Или Тот Другой Не Стал Тот Облюдющий Здоровый Образ Жизни Не Стал Б Делать Им От Этого Нормальные Они Что-то Там Творят Делают Какую-то Дофига Культуру И Никакой Негативного Оттенка В массы Не Несут А Есть Вот Такие Как бы Мой Приятель Сказал Ничтожные Личности И Они Не Практически Цитата Можно Ехать В Троллейбусе Быть Дофига Радостной Улыбаться Весь Свой Рот Но Когда На Тебе Сделает Замечание Какой-нибудь Контролер В Отсутствие У тебя Билета Допустим Праведное Замечание Притом Твое Сразу Настроение Падает До Нуля И Тебе Хочется Отправиться К Пратцам И Так Вот За день Очень Много Раз Ты Переживаешь Свои Эмоции Дофига Ярко Одинаково Плохие И Хорошие Это Вот Мне Сказали Я Схожу За Ложкой Попался Тмин В Болочке Я Не Тмин Но Он Сейчас Вот Так Ярко Вырос На Фоне Этой Еды Чайник Еще Пронесу Туда У меня Там Голодежная Вода Лаканчивается Практически Надо Сходить Потом Пронесу В Белка Так Вот Я Поняла Что Такие Личности Возникают Только После Того Как Они Чем Не Зла Употребляли Ну Вот Это Борячка Борячка Это Овенкает У Людей Которые Мнят Себя Центр Миссарианной Которые Выдают Желаемое Действительно Говорят О себе Допустим Человек Который Вот Мне Проведала По Эту Борячку Говорила Что Она Очень Известная Писательница Геймерша С полутора Миллионом Подписчиков Ну И Там Вот Живет На съемной Квартире И Вообще Супер Такая Крутая У нее Куча Бабла А На деле Что-то Мне попалось Не очень Вкусное Да На деле Получилось Так Что Она А вот Тут кусочек Мяса Она была Кушке Тут Этот Жирок У нее Пятьдесят Или шестьдесят Ну Меньше Сотни Подписчиков Что Она Совершенно Неизвестный Геймер Пишет Она В стол А Никакого У нее Контракта С издательством Никогда Не было Живет Она С Родителями И вот Родители Оказывается К ней Не так Хорошо Относятся И она Занимается Каким-то Там Хобби Которое Вот знаете Я этим же Хобби Занималась Она Мне писала Помню В личку С разных Имен На одну В общем Социальную Сеть Она Мне писала В личку И Как бы Не очень Так положительно Отзывалась О том Что я Делаю Вот это Все При этом Как бы Собираясь У меня Что-то Заказать Я думаю Ну Я знаю Таких Они Как бы Собираются Заказать И Ничего Не закажут А ты Это В личный Прок Сделаешь Поэтому Я Делаю Теперь Только По предоплате Все эти Заказы 100% Ну В смысле Косметику Ручной Работает И Эта Дама Значит Как бы Когда я Занимаюсь Мыловарением Даже Если Я каждый День Был Такой Момент Занималась Этим Мыловарением Я все равно Это все Убирала С кухни А там Что им Все Должны Что Они Супер Знаменитые В своей Какой-то Голове Что Они Настолько Знаменитые Просто Об этом Никто Еще Не знает Они Знают Потому Что К ним Плохо Относятся Поэтому Надо Злоупотребить Каким Не Очень Я думаю Что Навряд ли Она Покупала Допустим Алозанскую Долину За 500 Рублей Или Еще Что За Косарь Какое Дешевое Пойло Рублей За 100 В чем Где Одна краска И не пойми Какой-нибудь Технический Спит Скажем так И Надо В это Окунаться Этим Злоупотреблять Ты будешь Как богема А вследствие Чего Когда У тебя Пойдут Куча Болячек Потому Что Ты Пила Некачественно Алкоголь Я так Поняла Что Это По большей части У девушек Бывает Может И мужиков Не знаю Мне просто Как бы Не попадались Я в эту Тему Не углублялась До момента Как с этой Девочкой Стала общаться Недолгое количество Времени И пока Она не сказала Про какого-то Блогера Который Даже блогером Это сложно Назвать Ну какую-то Там Медийную Личность Из Петербурга В очень Очень известную В очень узких Кругах И Не представляющую Никакой Культурной ценности По большей части Пойду Это унесу Пока У меня снова Тут чайник Принесла Медик Сейчас ты увидишь Если этого Еще не видел Как пить чай с медом Если мед в чашке Тут Три или четыре Сорта меда В нем Потому что Из медогонки Сюда доливали Там уже остатки Сливалось Из медогонки А мед А из асота Еще из кого-то Немножко Из липы Так вот Я говорила Про этих Людей Которые Ну наверное Мужики Тоже встречаются Которые Доводят Свой организм До истощения У него У него Возникают Возникают Все возможные Борячки Которые Даже Не были Предрасположены У этого Организма Допустим К этим Борячкам И Человек Вынужден Бросить Хотя Нет У меня был Один знакомый Представитель Мужеского пола Из такой же Вот темы Они Вынуждены Бросить Соответственно Употреблять Допустим Алкоголь Или еще Какие-то Сопутующие Вредные Алименты Подостыл чай Вообще С одной стороны Молоком Я разбавляла Чтобы не было горячо С другой стороны Чтобы было вкуснее Это Зеленый Порошковый чай Китайский Матя Если углубляться Это даже Можно сказать Не поделка Потому что Изначально Порошковый чай Зеленый Был В Китае И он пришел Потом в Японию Правда По качеству Это конечно Теперь день и ночь Это порошковый Китайский чай Или порошковый Японский чай Зеленый Так вот И у них Начинается Как раз Причем Как бы Бросил пить И занялся Своим здоровьем Нет Эти люди Рассчитывают На то Что им Кто-то там Изнутри Поможет Хрен знает Откуда Но само Все решится Как-то Потому что Они дофига Там такие Крутые Пуг Земли Ничего из себя Не представляют Именно Вот что Жалкие Личности Ей Организм Продолжает Деградировать Биологическим путем В смысле Что там Есть какая-то Борячка Она начинает Разбиваться Больше Ее не лечат Человек Питается Хрен знает Как Хотя знает Что ему Это не надо При этом Я насколько Помню Там Адам Пыталась Забеременеть Она Производила Для меня Впечатление С разных Аккаунтов Как совершенно Ну обычный Человек Женщина Там Замужем Пытается Завести Ребенка У меня Несколько Знакомых Было Девчонок Таких Разного Возраста С подобной Проблемой Мне Что-то Даже Посоветовала Потому что В принципе Тем Кто Страдал Подобной Темой Это Помогало Семеноподорожника Одна чайная ложка На стакан Три раза в день Если проблема И там И там То Пить Ну как бы Проблема Может быть Обоюдная У одного Проблема И у Женщины Тоже То месяц Целый Вот так Чайная ложка На стакан Перед едой Либо Вместо чая И мужчине И женщине Пить Как бы Парисовой И будет вам Счастье Ну Это котята Мяукают А дети Они орут Человеческие Так вот Глоток отсюда Глоток отсюда Кажется Я в этом году Открыла такой кайф А может быть В прошлом году Я уже так Попивала медок Иногда из чашечки Наливаешь немножко В чашечку Это чисто Для меня мед Чтобы я тут Попила Потому что После каждой Качки меда Родственники Между собой Разливают Помимо того Чтобы продать Ну там Кому-то Угостить Кому-то Вот там Что-то помогли Вот моя Учительница Первая Нам подкинула Грибов Специальных Которые на деревьях Растут Ну такие вот Камешки Ими можно Ну посушить Их раздолбать И хорошо Растапливать Дымарь Дым они Хороший дают И вот Ей медика Положили Там еще кому-то Есть какие-то Друзья семейные Которые регулярно Каждый год Вот ну хоть Маленькую баночку Да нальешь В этом году Повезло Мне даже Моим Подругам Выдали По баночке Меда с воском Ну Срези Срези Это вот Берете рамку Пчеловодную У меня сейчас Под рукой Тут нету Они уже Чудо все Закончились Я спрашивала Как что Вот это Ну вообще Как мед Вы допиваете Как вы его Я ей объясняю Она говорит Я думаю Крышку что ли Улья открываете А вот там он Сразу жит Я говорю Да-да Конечно И поварешкой Отчерпаем Ну короче Я объясняла Все азы Пчеловодства Та Которая Я объясняю Все азы Музыкальной Грамоты Которая Как-то Кусочком Голоса В конце Стрима Была Может у меня Блстрим А она Пришла Как раз Когда еще Не успела Докончить Его Так вот Обычно Эти люди Ну как бы Она Производила Впечатление Что Совершенно Другого Человека Пускала Пыль В глаза У меня Была Такая Знакомая Которая Постоянно Что-то Наигрывала Надумывала Лишь бы Я у нее Спросила Как у нее Ну вот Че и че И как И понимаешь А я понимала Что как бы Ну она Из пустого пальца Высасывает Либо же Она Наигрывала То что Мне вот Ну неинтересно Говорит Что-то Человек О себе Я считала Что-то Личное Об этом Личному Лучше Не спрашивать Ну заход Человек Сам поделится Люди Производящие О себе Впечатление Основанное На пустом Звуке Так вот Человеки Такие Еще конечно же Хотят Плодиться Я вот Не хочу Плодиться Потому что Я в детстве Я в детстве Очень болела Мама Со мной Таскалась Я помню Маме Объяснила Почему Я не хочу Плодиться Потому что Я болела Мама Со мной Таскалась И мучилась Она конечно Не считала Это мучением Типа злой Не бумагно А вот такие Люди Они пытаются Плодиться Не осознавая Что может Человек И ничего Но если Ну как бы У него было Допустим Хорошее здоровье Но если Его мама Периодически Прикладывается Горлышку Одной Определенной Посудины То это Совсем Нехорошо Так вот Эти люди Начинают Самокопаться Создавать Проблему Из пустого Пальца А те Проблемы Которые У них Вполне Реальны Они их Почему-то Игнорируют И не пытаются Даже решать Считаю Что Другие Окружающие Люди Им дофига Должны И если Я Подняла Свою ошибку Если Доброты Душевной Ты такого Человека Поддержишь Потому что У него Новое Начинание Я тогда Просто не Представляла Что Себя Представляет Эта Дама Что Там С одной Сторон Можно сказать Расстроение Личности С другой Стороны Просто Человек Который Видимо Реально Верит Что Дофига Полтора Миллиона Подписчиков Которых Нифига При этом Нету Не Можно Сказать Конечно Такой Вариант Рассмотреть Что Она Просто Юморила Потому что Там Юмор Был Очень Интересный Вот Она Могла Обосрать Меня С ног До Головы И При Этом Выдать Это За Юмор И Говорить Ну Разве Юмор Покинул Щад Я не Очень Люблю Такое Супер Понебратство Особенно Когда Человек Начинает На Серьезных Щах Говорить Мне Какая Там Вся Вот Ну Некондиция Грудь У меня Маленькая Талия У меня Не в том Меся Как Талия В принципе У меня По фигуре Есть Ну Короче Ту Самую Попоболь Которую Я Часто В каменных Считаю После Обзоров Одежды Выдавать Мне Просто Так В Личных Сообщениях Либо В Закрытый Сейчас Общим Доступом Скором Так Может Конечно Она Шутканула Но Шуткануть Шутить На Какие То Темы С Серьезным Лицом Вводить Заблуждение Людей Тут Пчела Кстати Летает С кухни Походу Дела Хоть и через Сеточку Но Пролетела Ну Как Там Занавесочка Такая Кошка В окно Лезет Кошка Тут Поняла Что Пчелы Это Все Так Не Абы Что Да Мы Тут Мед Качали Массово Она Свалила А Потом Как То Мы Мыли Тетя Мыла Медогонку Еще Что Делала Пчелы Летали Она Сидела На Улице Пыталась Побраться В окно Там Три пчелы Летала Мяу Мяу Я выходила С крыльца И убрала На руки Заносила В дом Другой вид людей Человек Никогда Не общался Близко С пчелами Оса Там кусала Ничего не распухала Не особо Так больно Было Ходит Босиком По полу Где Еще не Подметалась Потому что Ну как бы Там еще На тот момент Было Не суть Важно Подметать Потому что Сюда Все Рамки Таскались А пчелы В любом случае Могли быть И какая-то Полудохлая Пчелка На полу Шастает И эта Полудохлая Пчелка Кусает Человека В стопу Но жало Не оставляет Потому что Человек успевает Вовремя Это как-то Смахнуть Эту пчелку Или ногу Отодвинуть Ничего Не распухло Немного Почесалось Я говорю Супрастин Дать Нет Не надо Ну там Ничего не распухает Человек Идет в душ Мы уходим В душ Платочки Душ на улице В пчеловодной Шляпе Человек Идет с Распущенными Волосами В душ Босиком Все нормально Как бы А потом Вдруг узнает Что вы туда Удивленно Вы туда ходите В пчеловодной Шляпе В тапочках Ну как бы Босиком Там может И нормально Но Сама суть Что Волосы Распущенные Это ж Как красная тряпка Для быка Пчела Если она Бабушка таких Назовала Лентяйки Это как пчелы Которая вот сейчас Когда мой залетела Потому что тут Пахнет медом Вместо того Чтобы собирать Этот мед Где-нибудь там С цветов Пыльцов И генерировать Его мед Она сюда Приперлась Потому что Тут пахнет медом Как минимум Хотя бы отсюда Хотя там еще На кухне стоит Срези Стекающие Под Кастрюлькой Через сеточку На бак Тут еще и муха Большая Помимо пчелы Так вот Какая-нибудь Лентяйка Вылетит И С целью Оставить свое Жало В каком-нибудь Человеке У тебя тут Волосы Распущенные И она так Ужаснулась А я Я говорю Слушай Ну тебе Наверное Пчелы Они как бы Чувствуют В этом году Я узнала Потомственные Пчеловек Только в этом году Узнала Что Если человек Боится Они это чувствуют Я говорю Они наверное Чувствуют То совершенно Пофиг на них Я говорю Очень отлично Ходила в этом году Когда выставляла Рамки на сушку Я шла с таким Абсолютным Пофигом Что пчелы Меня просто Облетали Хоть я и шла В полном Камуфляре Еще года Три назад Можно было Найти Все хочу У родни Спросить Куда Недели Обычные Такие Белые Рубашечки Это сейчас Много Таких Современных Вещей Для пчеловодства Пчеловодный Костюм Плотные Штаны Кофта Иногда Шляпа Прямо Одевается Можно Пристегнуть Отстегнуть В этом году Даже Тетя с сестрами Купили Пчеловодные Перчатки Вообще Абсолютное Счастье В смске Когда Отчет Делала О проделанной Работе Написала Что-то Типа Вот эти Волшебные Но современные Пчеловодные Перчатки Смахнула Аккуратно Пчелку С рамочки И ничего Тебе не было А тут Смахни И она Тебя шпокнет Ну я думаю Не шпокали Может быть Именно потому Что Я не знала О том Что должен Должен быть Абсолютный Пофиг Хотя Год назад Меня Удосужил Уповезло Выпало честь Вместе с тетей Два рая В один Улей Загонять И ты стоишь В этом море Из пчел И такой Абсолютный Пофиг А тетя думала Что я боюсь А мне реально Как-то пофиг было И они это чувствовали И шли туда Куда надо Причем Как бы тут Ну три Сорта И один сорт Был Который Очень Густой Был А другой Который Быстро Загустевает И вот сейчас Ну такое Уже Сливали Мы уже Остатки Незапечатанного Мёда Как бы Незапечатанный Он более жидкий Он не то Чтобы он не зрел Он просто Более жидкий И мы его Себе оставляли Вот тут Несмотря на то Что вот тут Где-то Три четверти Этого Незапечатанного Мёда Было Буквально В воскресенье Или когда мы там качали Да В воскресенье А сегодня Пятница Практически Неделю назад И он уже Довольно таки Густой Ты же видишь Да Грителю Вот тебе Оооо Так вот Люди эти Любят Самошапаться У меня просто Тут есть Один товарищ У которого Последнее время Бусть тут Тараканы Как он сказал Его окружают Неправильной реальности Если у меня есть Какие-то еще мысли По поводу Неправильной реальности То я могу Записать Мунбанк Ему нравятся Мунбанки Так как я не знаю Каким именно Его тараканы Достают Может быть Его достают Тараканы В стиле Как вот Этой Мадамы Ну таких людей Которые сначала Квасили Думая Что Вот лет пять подряд Она будет пить И с ней ничего не будет Негативного С организмом Я не знаю Там мне Кажется Еще это бывает У тех людей У которых на самом деле Нет какого-то Своего хобби Кстати Уровень Стилистической Грамотности Той Супертипа Писательницы О которой Никто не знает И она пишет В стол На таком низком уровне Мне кажется У нас на таком Таким Безграмотным Совершенно языком Стилистическим В том числе Писала только Одна девочка В лету Которой было Лет 13 Тогда Ее просто Все обхаживали Практично Ну 98% Из 100 Обхаживали И говорили Какая она Супергениальная В итоге Выросло нечто Потом-то Ей как бы Жень ее Научила Но Она Там до определенного Отраста Выросло нечто Думающее Что ей все должны Что она суперкрутая Если к ней Не пролетала Она на конкурсе На каком-нибудь Литературном Мимо То это Не могла принять Поражение Нормально Скажем так Так вот У нее уровень 13 лет Да у меня В принципе Не особо Такая стилистика Допустим Была Хотя на черновики По своей поры Рукописные Потому что Спинка мамы Я с 13 лет Начала что-то ваять У меня тут Какие-то рассказики Были Про местных жителей Некоторые уже Отдали богам душ В этой деревне И там Очень низкий Такой уровень Я не знаю Конечно Есть какой-то Сайт Где она собиралась Это все Исключительно За деньги выдавать Есть какой-то Сайт Куда приходят Именно вот такие Как она И между собой Это читают И видимо Платят деньги Друг другу Бесполезная Короче Бесполезный шлаг В современном Мире Творчество С одной стороны Я считаю Что если Есть хоть один Почитатель У твоего таланта У того Что ты делаешь У твоих произведений Таланта У того Что ты делаешь Значит Это нужно Это с точки зрения Культуролога Но с другой С другой стороны Может Если у тебя Это хреново Получается Лучше заняться Хотя бы Своим здоровьем Значало Чтоб хоть что-то Получалось Хоть где-то Правильно В общем Люди Которые Страдают Неведомой Современной Болезнью Сейчас я улыбаюсь А ты на меня Посмотрела косо Хотя ты слепая Смотрела вообще В другую сторону Даже не видя меня У меня стало Очень плохое настроение У них проблема Изначально в себе И идет она Изначально От собственного Раздутого Самомнения На пустом месте Это так же Как митильность У людей Одно дело Когда ты в депрессии У тебя подобные Казусы случаются Что от радости Резкий переход До слеток Проходила я Через такое Но Как бы Для депрессии Нужен какой-то Особый Серьезная Какая-то Травма Серьезное Происшествие А не потому Что Ой, у меня У человека Заболел желудок И человек Понял Что сейчас Ближайшие Пару лет Ему бухать нельзя А раз бухать нельзя Пойдет Этот человек Страдать Обычно Самокопаниями Страдают Еще те У кого Они Не обязательно Что к алкоголю К неправильным Каким-то Веществам Примыкали Употребляли И так далее Страдают Те, у кого Нет какого-то хобби Нет своего личного Хобби Хобби Которого Творческое Хобби Может быть Не очень Творческое Хобби Которое Доставляет Дофигарад Потому что У меня была подписчица Которая постоянно Самокопалась Писала мне Свои самокопания По большей части В претензию Что я там Видео Не туда глянула Не так сказала Еще что-то И она все Примеряла на себя Обижалась Оскорблялась И выносила Мне мозги А я только Фигела Из той же серии Мнительность Как раз У нее была Мнительность Какого-то Своего хобби Не было У нее как бы И было хобби Но она почему-то Им не занималась Занималась Крайне редко Но она Ей доставляла Удовольствие Я считаю Что если Допустим Человек вышивает Крестиков Почему бы Не заняться Вышивкой Крестиком Это круто Это конечно Геморгно Проблемно И так далее Можно пальчик И сколоть На персток В помощь Можно еще Что-то Мне вот У меня Ну как бы Мне не получалось Это делать Мне как-то Ну не дано Вот сетра У меня в детстве Одна Вышивала отлично У меня что-то Другое получается У кого-то Всегда есть Какое-то Хоть минимальное Творческое хобби И если у человека Только хобби Ну что Выгулять собаку И больше ничего нету Можешь просто Попробовать найти Ну смотреть аниме Да Обсуждать его С кем-то В телеге Есть какой-то чат Для тех Кто живет в Японии Русскоязычный И при этом Смотрит аниме Ну просто Реально говорил Я думаю В той же телеге Есть наверное Еще какой-нибудь чат Для каких-нибудь Просто русских Людей Которые смотрят аниме Почему бы не Пообсуждать Вообще Это внезапно весело Потому что Раньше я никогда Не обсуждала аниме Стало это делать Только благодаря Своему Товарищу По сканалиту И это правда весело Это все равно Что обсуждаешь С каким-то другом Книжку Вот прочитал Ту книжку И ты это обсуждаешь И там фильм какой-то Аналогично Если человек По сути потребитель Я сейчас так подумала У меня тут такой Сборный бардак Словесный С этим онбангом Как его называть Непонятно Если назовешь Про Частично неправильную Реальность Кто-нибудь Клюнет на это Название Дойдет до середины И она только В середине началась Эта неправильная Реальность Так вот Если у человека Чисто Склад ума Скажем так Потребительский Ну в том плане Что Сам он ничего Создать не может Не хочет Не впечатляется Допустим Построгать деревом Ножечком Какую-нибудь фигню Выпереть Я в детстве пыталась У меня был какой-то Истукан Часами деланный Периодически Делал дело Что мы еще делаешь Жизнь вынуждает Заниматься Такими делами О которых Даже не подозреваешь Вот я тут Поняла Что мне надо Отвертку Универсальную Какую-нибудь Не отвертку А то Гаечный ключ Универсальный Чтобы открутить Колесо Снять с него Шину Камеру И поставить Новую камеру Когда я сюда приеду А тот ключ Который мне казалось Универсальный Оказался Не подходит Там резьба И он Тот ключ Который Собирают Медогонку Надо будет Доказать В жизнь бы не подумала Что Буду одевать Цепь на велосипед Что-то там Подправлять Прикручивать И приделывать Кошка снова вернулась Домой Судя по звуку И потому Если Есть Смысл Копаться В своей голове Кто-то Там на меня Косо посмотрел Хотя все Друзья К тебе Относятся Хорошо Родственники В том числе Еще что-то Просто Помню У меня есть Петрозаводска Какой-то Подписчик Писал Но Тоже Кстати С ноткой Такого Превосходства Ты И я Я тебе Пишу Значит Ты Должна Сделать Отдолжение Я тебе Делал Отдолжение Что я с тобой Общаюсь На темы Которые Тебе Неинтересны Типа Ты Ты Такое Дно Ты Вся Такая Неправильная А я Весь Такой Я Так и Не Поняла Ну Как Вы Знаете Человек Просит У вас Аудиенцию Личных Сообщения ВКонтакте Допустим Ты Ему Пытаешься Помочь Привозишь Какие-то Примеры А он Все Это С ног Нагово Переворачивает И Как Бы Ему Нужно Какую-то Тему Такую Его В жизни Никогда Не Было Никаких Предательств Всякого Говна Ему Как Бы Завидно Что У кого-то Это Было Но Человек Остался Человеком Как Ну Недословно Такая Как Мне Написали Это И Они Придумывают Себе Какие-то Проблемы На Пустом Месте Там Минимальная Какой Никто Ни Сказал Что Вот Ты Не Можешь Из Тебя Не Будет Нормального Юриста Потому Что Юристов Дофига И И Сразу Тот Человек Который Для Тебя Вроде Был Только Что Показателем Таким Примером Что Столько Дерьма В жизни Было Все Рано Остался Человеком Становится Самым Днищем Я Тогда Посмеялась Так Думаю Ну Ну Я Таких Не Очень Понимаю Хотя Таких Наверное Тоже Пытаться Понять Нет У Вся Зеленая Моя Жижа Выпилась Я Сейчас Буду Пить Как В Анекдотике Когда Англичане Еще Не Были Знакомы С Чаем Они Пили Кипяточек С Молочком У У У У У У У У То Фигня Вот Ну Есть У 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 Вред Но Если Ты Слушаешь Иногда Музыку И Чувствуешь Что У Какой Ни Там Бузова И Слова Между Нот И Тебя От Этого Коробят Мы Сидели Как То Я Моя Подруга Ее Муж Летом Года Два Что Ли Назад На Набережную У нас Там На Причале Где Эти Туристы Приезжают На Теплоходах И Она Включила Чисто Поржать Эту Бузову У меня Видимо Вид был Такой А он Без слуха Ему Хорошо Говорит Что Не Так С Лилей И Маша Говорит Это Тебе Повезло Да Маша Ну Реша Подружка Говорит Это Тебе Повезло У Тебя Слуха Нет А у Лили Есть Слух Она Видит Слышит Все Вот Это Вот Несоответствие Так Вот Если Ты Понимаешь Когда Ну Человек Танцует Между Нот Или Играет Между Нот Или Поет Между Нот То У тебя Есть Слух И ты Можешь Попробовать Изучить Пианинко Допустим Сейчас Куча Всяких Пианинок Сложенных На том же Алиэкспресс В кружочек Такие Длинные Плоские Миди Клавиатуру Можно купить Подсоединить К ноутбуку NVIDIA KRIX 49 Хорошая Штука К Линуксу И К Винде Можно Подсоединить Я думаю К Маку Если Он У тебя Есть Ты Можешь Чисто Для себя Бренькать На этом Пианине Мне Просто Считаешь Когда Человек На пустом месте Начинает Самокопаться Понимаешь Что У него Есть Эти Тараканы С ними Борются Что На него Кто-то Там Коса Посмотрит Привет Кошка Снова Давай Прыгай Прыгай Сейчас Твои Волосы Уже Не Будут Лететь В Пищу Потому Что Тут И Пища Один Мед Только На Расстоянии И Молочко С Водичкой Если Ты Понимаешь Что У тебя Эти Тараканы И Ты Пытаешься С ними Бороться То Может Просто Правда Ланяться Попробовать Порисовать Или Попробовать Изучить Пианинко Сумбурным Монбанг От Пчеловодства До Непонятных Личностей С Кошкой Частично В кадре Я Поел Я Надеюсь Ты Тоже Зритель Поел Смотрю Она Как Постится Ну Пока Тебе Зритель